Всем привет! На выставке Комтранс 15 при большом стечении народа Сергей Анатольевич Кагогин лично предъявил собравшимся кабину будущего 2020 вместе с ее создателем итальянцем из студии Торино Дизайн. Он недолго рассказывал о том, что скоро сбудутся мечты нашего дальнобойщика и о том, что кабина эта через несколько лет будет явлена вживую. Стало грустно. Почему? Давайте вспомним нелегкий 40-летний кабинный путь. То, что красота эта неземная, включая в себя всяческие видеогаджеты и технодиковины, еще можно понять. Мировая тенденция. Невиданные удобства, включая туалет, беговую дорожку и душ в кабине, уже воспринимаются с улыбкой. А вот встраиваемый в ступицу баранки смартфон это просто чумовой глюк от зарезвившихся дизайнеров. Не хотелось бы словить его лицом вместо подушки безопасности, не правда ли? Итерев слезы умиления, вернемся на 40 лет назад. Именно тогда появилась та самая родная тесная железная кабина. Причем речь идет не об опытных образцах 1967 года, а о производстве. Первая кабина была собрана 19 декабря 1975 года, за год до пуска линии, по данным самого завода. Буквально через 10 лет наступили смурные для нашего автопрома времена. Интенсификация с ускорением, а после и перестройка с гласностью. Простые советские водители увидели на чем ездит мир и стали хотеть такого же или хотя бы похожего. Надо сказать, что конструкторы, в том числе и КамАЗа, не сидели сложа руки. Но по ним им постоянно стучали министерства и ведомства с их фондами. Поэтому на помощь пришли гибкие и ловкие кооператоры. Вот, к примеру, облагороженный КамАЗ от известного поныне автодизайна. Повышенная крыша, модная облицовка и обтекатель. А это конкурирующее ведение от питерского автоарта. Ну, страшновато, конечно, но, видимо, все равно лучше и моднее заводской. Как раз в те годы на рынок хлынули бэушные траки, в том числе и штатов. А уж какие у них были спальники, даже Европа рядом не стояла. Своё прочтение КамАЗа в роль дальнобоя представил Риат, как модель 54-112М с мегаспальным отсеком типа сарай. Кстати, с той же бедой у старевшей кабины сталкивались и зарубежные дилеры. Им приходилось ещё хуже. Конкуренция там была давно. Так что они вертелись как могли. Вот модернизированные кабины аргентинского производства. Высокая крыша и повышенная посадка кабины. Другие двигатели там начали устанавливать по заказу клиентов задолго до самого завода. Но и сам завод слышал недовольных клиентов. И начал предпринимать робкие шаги по замене кабины. В 1988 году появились опытные машины с кабинами, подозрительно похожими на разработанные в кооперативе DAF-95 Pegasus Troner. Они были заслужены гордостью заводчан. Но, увы, в серию почему-то так и не пошли. Тогда КАМАЗ обратился к финнам. На фотоэкспериментальное шасси 5325 на заводе СИСУ в Каргере, где его собирали и испытывали. Это единственный случай в 20 веке, когда КАМАЗы с чужой кабиной, да ещё и с импортными дизелями КАМИЦ, всё же добрались до серии. Пусть и малой. Позже эти кабины использовала дочерняя фирма Альткам, отхаловшаяся от КАМАЗа, а потом и закрывшиеся. Были в программе и двухосные тягачи с такой кабиной, под индексом КАМАЗ 5425. Сравнивая ситуацию с финской, возникает вопрос, почему частной конторе с выпуском около 1000 машин в год, было по карману периодически менять кабинам. А их с тех пор на СИСУ сменилось уже 5 разных. А гигантскому нашему всему КАМАЗу нет. Но и здесь автогиганту не повезло. Финны сняли старую кабину с производства. Своей по-прежнему не было, и в 1995 году появилась попытка найти замену. На сей раз её вполне легально решили купить у голландского DAF. На первые экземпляры шасси КАМАЗ 53255 индексы менялись, как и на стройке, установили кабину, как есть, даже с буквами и цифрами донора. Увы, с голландцами тоже не сложилось. И с импортными, пусть и хорошими кабинами, машины получались очень дорогими. И КАМАЗ вернулся к модернизации своих. Это потомок континента. КАМАЗ 5460М. Улучшенный и дополненный. Высокая крыша, спойлер, новый бампер. А также импортные агрегаты, двигатель Каменс и коробка передач ZF. Над кабиной потрудились всё те же голландцы с DAF. Затолкав в неё два спальных места и холодильник с микроволновкой. Несколько лет прошло тихо, мирно и вдруг неожиданно новость сообщила авторевью. В 2008 году КАМАЗовцы испытывают машину с кабиной от МАН ТГА. Неужели дожили-таки, прислезлились КАМАЗисты и полезли в валенки за деньгами. Но увы, нам всем. Это единственное фото единственной построенной машины. Особых подробностей о ней не сообщалось. Зато через год КАМАЗовцы снова предприняли очередную нелёгкую попытку раздобыть таки пристойную кабину для флагмана отечественного автопрома. Продавцы всего на свете китайцы с радостью продали кабину предыдущей серии F2000 от МАНа. Она легально производится фирмой Шанкси. Ныне ШАКМАН. И стали потирать руки в ожидании заказа партии в 100-500 миллионов штук. В челнах построили опытный образец, привернули тарелку с конём к решётке, забыв стереть иероглифы с козырька. И вновь обломали покупателей и почитателей. Хотя надо честно сказать ненарочно. Просто тут случилась дружба с Мерседесом, который выкупил 10% акций КАМАЗа. И стал недоманок конкурента. И вот КАМТРАНС-11 потряс всех невиданным КАМАЗовским размахом. На него привезли сразу два семейства машин с оригинальными невиданными кабинами. Одну семейство разрабатывал корейское ателье Димэк. Коричневая машина с невыразительным дизайном. Второе было плодом сотрудничества с Мерседесом. Белая машина. И всё-таки свершилось. Буквально через каких-то 37 лет на серийных КАМАЗах появилась и другая кабина. Пусть не на всех и даже не на большинстве. Машина 5490 с немецкими кабинами, двигателем и коробкой передач. Но с нашими рамой и сборкой. Уже встречается в потоке и выглядит намного лучше. Честно сказать, гордиться нам особо нечем. Такую машину, позже известную как Аксор, в далеком 1998 году разработали бразильцы. Тогда у неё не было имени, а только индекс 1938С. И она представляла собой гибрид тяжёлой рамы и двигателя Актроз с кабиной от нового тогда лёгкого АТЭГа. Специально для бедных рынков, кому широкая флагманская кабина не была по карманам. В Европе Аксор с узкой кабиной с 17-летней давности используется только на коротком плече, даже в роль тягача. В России всё иначе. Те же деловые линии гоняет узкокабинный короткоплечёвый региональный Аксор через всю страну и в усу не дует. А что же корейская кабина? У неё ведь была версия нормальной ширины. Похоже, она пополнит коллекцию опытных КамАЗов. Машины хоть и рекламируются на сайте, как этот развозной среднетоннажник, но в жизни не встречаются. Справедливости ради надо сказать, что в этом году у КамАЗа появилась ещё одна машина с нестандартной кабиной. Тут уж сразу ясно, не серийная. Капотный раллиный грузовик команды КамАЗ Мастер и не задумывался, как серийный. Но КамАЗ же написано на капоте. Так что оснований плясать с гармонией вокруг КамАЗовского дивного чуда кабины немного. С точки зрения теории вероятности, 40 лет экспериментов как бы доказывает, шансов остаться шоу-стопером у этого экспоната много больше, чем пойти на конвейер. На этом всё. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.